Новости продолжают эфир канала Хабар 24 в студии. Работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Довести внутрирегиональный товарооборот до 15 миллиардов долларов. К такому показателю договорились прийти лидеры центрально-азиатских стран. Сегодня в Душанбе состоялась пятая юбилейная консультативная встреча глав Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Кроме торговли на повестке дня были вопросы региональной безопасности. Детали переговоров у Тимура Сапара. Саммит глав государств Центральной Азии или как официально именуют консультативную встречу Таджикистан принимает у себя впервые. Точка отчета мероприятия стал 2018 год. Тогда лидеры центрально-азиатской пятерки собрались в Астане. Сегодня же встреча уже пятая по счету, юбилейная. Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызская республика становятся сегодня новым геополитическим центром, который, как показало время, не просто жизнеспособный, но и перспективный как для стран региона, так и для зарубежных партнеров. Во главу угла торговля. Внутрирегиональный товарооборот за последние пять лет вырос на 80% и уже превысил рубеж в 10 миллиардов долларов. Впереди новые рубежи. Как я уже отметил, взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост. У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов. Но для этого важно устранять существующие барьеры, уйти от избыточного протекционизма, создать транспарентные и стабильные условия торговли. Центральная Азия вполне способна существенно снизить импортозависимость по целому ряду товаров, в первую очередь в сельском хозяйстве и строительстве. Касымжумар Тукаев при этом отметил, что наша страна может нарастить экспорт в страны региона по 175 товарным позициям. Предлагает Казахстан и IT-продукцию. Здесь задача масштабная – довести экспорт до 1 миллиарда долларов к 2026 году. Кроме того, на полях саммита президент предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей в рамках портала Central Asia Gateway. Ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона. И только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей, нашего потенциала. Реализовать этот самый потенциал поможет промышленная кооперация стран Центральной Азии с упором на экспорт на рынки других стран и транспортная логистика. Особую роль не только для нашей страны, но и для всего региона играет Транскаспийский международный транспортный маршрут. Его пропускную способность вскоре увеличат за счет цифровизации и улучшения инфраструктуры. В целом доля транспортно-логистического сектора в объеме ВВП каждой из стран региона должна быть не менее 9%. Достичь цели поможет подписанное сегодня соглашение о взаимосвязанности наземного транспорта. Есть моменты в несовершенствовании действующих наших законодательств, то есть они между собой не пересекаются, не перекликаются. То есть вот эти моменты будем отрабатывать с коллегами, с соседями. Также есть моменты связанные с цифровизацией, с упрощением, автоматизацией общих процессов, чтобы можно было спокойно проезжать между границами и долго, условно говоря, не простаивать в ожидании. Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях. Весомость и значимость региона показывает и проведение международных саммитов в формате Центральная Азия Плюс, отметили лидеры. Затем, как достигнутые договоренности исполняются и соблюдаются на деле, будет следить Совет национальных координаторов, которые сегодня здесь, в Душанбе, утвердили главы государств. Следующая шестая консультативная встреча состоится в нашей стране в 2024 году, где также пройдет диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей Советов Безопасности. Тимур Сапар, Марат Диханбаев, Бахатбек Нуртаев, Алмаса Моргалеев при поддержке телерадиокомплекса президента Душанбе Таджикистан. Касун Жумар Тукаев написал статью для известного израильского издания Jerusalem Post. Она опубликована под заголовком «Религиозные лидеры могут способствовать установлению мира во всем мире». В ней глава государства обращает внимание на тревожный рост геополитической напряженности в мире. Планета оказалась перед лицом серьезных угроз. Речь идет о глобальной гонке вооружения, угрозе применения ядерного оружия и распространения войн. Президент подчеркивает, человечеству необходимо новое глобальное движение за мир. И важнейшую роль в этом могут сыграть религиозные лидеры. Примерно 85% людей в мире относят себя к той или иной религии, что делает ее значимым фактором в нашей жизни. Поэтому религиозные лидеры оказывают значительное влияние на глобальные дела. Кроме того, священная ценность человеческой жизни, взаимная поддержка, отказ от разрушительного соперничества и вражды – это принципы, которые разделяют все религии. Поэтому я убежден, что эти принципы могут лечь в основу новой мировой системы. В статье Касымжумар Тукаев отметил, что уже на протяжении 20 лет в Казахстане проходит съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он позволил наладить содержательный диалог для укрепления взаимопонимания между представителями различных культур и религиозных общин. К тому же встреча позволила внести значительный вклад в успех Казахстана в формировании стабильного и гармоничного общества, заявил президент. Напомню, год назад в нашей стране прошел седьмой съезд религиозных лидеров. В нем приняли участие делегации из 50 стран. К другим темам. Алихан Смаилов проверил, как в Жамбылской области готовятся к новому поливному сезону. Глава Кабмина провел совещание с компетентными ведомствами региона. Ему рассказали о работах по реконструкции водохозяйственных, ригационных и дренажных систем. Также говорили о проектах по строительству канализационно-очистных сооружений и реконструкции тепломагистрали в Таразе. Глава правительства поручил заблаговременно отработать алгоритм проведения вегетации в будущем году. Вместе с Кыргызской стороной Акиматовой области необходимо уделить внимание реконструкции растительных сетей, строительства водохранилищей, внедрению водосберегающих технологий. Новую стратегию развития энергетической отрасли предлагают разработать мажористмены. Вопросы энергобезопасности обсудили в Нижней Палате парламента. Сегодня в Казахстане наблюдается энергодефицит. В прошлом году, по данным профильного ведомства, было выработано чуть больше сотни гигаватт электроэнергии. Для решения проблем необходимо внести новые мощности, ввести и модернизировать имеющиеся. На сегодняшний день мы имеем всего лишь только концепцию развития электроэнергетики. И есть на национальном проекте по развитию предпринимательства небольшой раздел по развитию электроэнергетики. И все. То есть для будущих наших инвесторов эти документы не привлекательны. То, что сейчас Министерство энергетики имеет свои такие вот кроскосрочные планы, к сожалению, они не решают проблемы всей отрасли. Министерство уже заключило 13 инвестиционных соглашений с энергопроизводящими компаниями на модернизацию и расширение действующих электростанций. С июля этого года запустили модель централизованной покупки и продажи энергии. Также стало известно, что к 2030 году будут введены больше 14 гигаватт мощности и соответствующая инфраструктура по усилению сетей. В этом году на электростанциях запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков. Решение о строительстве в Казахстане АЭС поможет стране преодолеть будущий дефицит электроэнергии. Так считает профессор Центрально-Азиатского научного института Кореи Кем Сан Чоль. Эксперт изучил послание президента Казахстана и опубликовал свое мнение в здании Корея Пост. В частности, аналитик отмечает, что проект АЭС нацелен не только на решение насущных социальных задач, но и на укрепление всей энергобезопасности Центральной Азии. Доктор экономических наук Корейского института международной экономической политики Чон Минхён также акцентирует внимание на значительном потенциале Казахстана в развитии мирного атома. Об этом он написал в статье издания «Тэхан-Любо». Как отметил автор, наша страна занимает лидирующие позиции по производству урана и стабильное энергоснабжение способно заметно укрепить промышленный каркас страны. Главный европейский экспортер электроэнергии Франция за последний год ввела в строй 12 простаивавших реакторов. Планирует теперь запустить еще 10 и построить новый АЭС. Такой резкий скачок в атомной энергетике спровоцирован мировым энергетическим кризисом и стал возможен благодаря лояльности самих французов. За последние годы число скептиков в стране сократилось и атомная энергетика теперь рассматривается как условия стабильного будущего. Сегодня в мире 10% электроэнергии производится в атомных реакторах. Примерно столько же выдают солнце и ветер вместе взятые. На долю угля и других ископаемых приходится 70%. Так вот эта доля будет постепенно сокращаться. Но за счет чего? Для многих стран выбор очевиден. Нужно строить АЭС. В лаборатории самого топового французского университета мы встретились с известным в стране климатологом, исследователем Франсуа Мари Брионом. Убежденный защитник окружающей среды не просто не противится развитию атомной энергетики, он видит в ней эффективный способ снижения выбросов. Главная проблема, считают ученые, в том, что люди в основном мало информированы о том, какие плюсы и минусы несет в себе развитие АЭС. Предстоящий референдум в Казахстане должен в первую очередь повысить знания населения по столь спорному вопросу. Если мы говорим об абсолютной демократии, то она требует референдумы такого типа. И если референдум, то необходимо, чтобы люди были очень хорошо информированы. И этого достаточно трудно добиться. Атомная энергетика – это очень сложная тема. Перейти от угля напрямую к возобновляемым источникам возможно, но только там, где для этого есть природные условия. В горной местности развивать гидроэнергетику, в пустынях – солнечную, в ущельях – ветряную. Казахстан отнесен к числу стран, где оптимально строительство АЭС для выхода из угольной энергетики. Есть собственная атомная промышленность, а именно специалисты и запасы сырья. Риски атомной энергетики очень слабы в сравнении с рисками, которые несет климатический кризис. Я говорю и повторяю, атомная энергетика – это опасно. И если ей занимаются, нужно делать это хорошо, с соблюдением норм безопасности, которые крайне высоки. Во Франции есть орган, который на самом деле независим и тем, кто обслуживает АЭС. Он может сказать – нет, вы это сделали плохо, мы вам запрещаем запускать реактор. Нужно, чтобы этот орган был независимым с одной стороны и с другой некоррумпированным. Это важно. По данным Международного энергетического агентства, в мире сейчас строится 57 новых АЭС. Кроме того, еще 20 стран выражают намерение войти в число производителей атомной электроэнергии. В их числе и крупнейшие производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Алиас Аздыкова, Руслан Амиржан, Хабар 24, Париж, Франция. Президенту США могут объявить импичмент. Комитет Палаты представителей США запускает расследование в отношении Джо Байдена. Такое заявление сделал спикер Палаты Кевин Маккарти. Он подчеркнул, что конгрессмены нашли серьезные доказательства причастности Байдена к коррупции. В ходе предварительных слушаний вскрылись новые подробности деловой активности сына главы государства, которая, по словам республиканцев, вызывает много вопросов. В целом, расследование будет сфокусировано на обвинениях Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосутию. Республиканцы из Палаты представителей выдвинули серьезные обвинения в сторону президента Байдена. В совокупности они рисуют коррупционную картину. Поэтому я поручаю нашему комитету объявить официальную процедуру импичмента. Этот логичный шаг позволит нам собрать все факты и ответы для американской общественности. Четыре рабочих дня и целых три выходных. Пожалуй, о таком графике мечтает каждый сотрудник. В Германии хотят провести большой эксперимент с участием 50 компаний. Цель – проверить, как такая модель отразится на эффективности сотрудников. Что думают немцы о четырехдневной рабочей неделе и какие страны уже ввели такую практику? Расскажет Шулпан Эмадбаева. Дмитрий Сонькин – берлинский бизнесмен, работающий в сфере налогового консалтинга. В его компании трудоустроены 35 человек. Это юристы, экономисты и налоговые консультанты. Два года назад Дмитрий впервые вел для них четырехдневку. Говорит, что результатами остался более чем доволен. Ведь сотрудники стали работать намного лучше. Мы были первой компанией в Германии, в нашей отрасли налогово-консалтинговой, которая ввела четырехдневную рабочую неделю. Мы ее протестили в 2020 году на трех сотрудниках. Посмотрели, что да, это классно, это работает. Мы увидели, что их продуктивность выросла, а не упала в течение четырех дней. И с 1 января 2021 года мы внедрили четырехдневку для всех сотрудников. Ввели такие фокус-тайм, мы его называем тихий час, типа фокус-тайм. То есть это время, когда имейлы не приходят. То есть наш сервер их блокирует, и сотрудники могут спокойно работать. Он успевает за два часа, то что он не успевает за четыре часа. Дмитрий подчеркивает, добиться эффективности удалось за счет правильного распределения времени и оптимизации некоторых процессов. В итоге формула «меньше работать и больше отдыхать при сохранении зарплаты» принесла пользу как фирме, так и ее работникам. Мне это очень подходит. Я стала значительно счастливее, потому что двое выходных мы успеваем лишь только, по сути, сделать домашние дела, и остается только один день на отдых. Дополнительный день на отдых как раз и дает время подумать о том, чем ты хочешь заниматься дальше, в том числе профессионально. В Германии уже давно ведут дискуссии касательно сокращенного рабочего графика. А пробовать такую модель теперь хотят в масштабе страны. В ФРГ собираются провести большой эксперимент, в рамках которого четырехдневку ведут 50 фирм. Среди них есть даже клиники. Сотрудники станут работать меньше на один день, но получать будут, как и раньше. Цель проекта – протестировать альтернативную модель и дать по результатам научную оценку. Как показал недавний опрос, 80% респондентов Германии выступают за четырехдневку. Я бы с удовольствием хотел бы опробовать такой график и работать только четыре дня. Я часто бываю в командировках, поэтому лишний выходной был бы для меня как глоток свежего воздуха. Я бы чаще выбирался на природу. Я бы смог отдохнуть от стресса. И моя жизнь стала бы намного динамичнее и интереснее. Работать на один день меньше и получается только же такая система уже практикуется во многих странах. К примеру, в США, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании. Эксперимент Германии стартует этой зимой. Если он покажет позитивный результат, немцы готовы всерьез задуматься о новом рабочем графике. Шоупана Иманбаева, Милослав Виновский, Германия, Хабар, 24. У Казахстана есть все шансы стать цифровым лидером и не только в Центральной Азии. Для этого, по мнению директора Центра отраслевого анализа Института экономических исследований Тимура Усеева, необходимо активно работать и показать существенный прогресс в течение ближайших лет. При этом уделить внимание стоит цифровизации не только госуслуг, но и агропромышленного комплекса, креативной индустрии и других отраслей, экономики, о которых в своем послании говорил Косможумар Тукаев. Тот приоритет, который стоит в развитии обрабатывающей промышленности, горнодобывающего сектора, наши традиционные сильные места, агропромышленный комплекс, креативная индустрия. Все эти направления требуют решений по цифровизации. И это естественная ниша и возможность для развития наших кадров. Партия Аманат предлагает ужесточить наказание за насилие над детьми. Совместно с общественностью партийцы разработали соответствующий законопроект. Он предусматривает сознание программы помощи детям жертвам насилия, а также введение курса психологической помощи для агрессоров. При этом исключается возможность для примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних. В стране делается очень много положительного. Однако, несмотря на принимаемые меры по защите детей, все еще есть проблемы, которые необходимо решать. Многие дети, особенно подростки, становятся объектом издевательства со стороны сверстников. Растет количество совершенных суицидов среди подростков. Одной из причин которых является буллинг, это травля детей, в том числе в социальных сетях. Поэтому в своем послании президент дал конкретное поручение ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Количество отделов полиции увеличивают в Туркестане. Связано это с ростом города. Очередное открыли в новом микрорайоне Утерар. Вместе с полицейскими за соблюдением порядка здесь будут следить инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники миграционной службы и пробации. Оборудованы кабинеты для волонтеров, помощников, приемная для граждан. И комната матери и ребенка. Установлена система видеонаблюдения. Она позволит мониторить всю территорию микрорайона. По мнению сотрудников, такое точечное усиление сделает доступнее полиции и позволит быстрее реагировать на преступления и запросы граждан. С начала года зарегистрировано 401 дорожно-транспортное происшествие. В прошлом году погибло 11 человек, в этом 1. Причины установлены. Несоблюдение дистанции. 103 случая. Маневров 89. Не уступили дорогу пешеходам 43. Большинство нарушителей мужчины. 373 человека. Женщин 28. Заведено 19 уголовных дел и 382 административных. Больше 8 миллионов гектаров неиспользованных земель вернули в госсобственность в рамках проекта «Жерманатэ». В частности, в Акмолинской области возвращены больше 125 тысяч гектаров земель. Это результат проделанной работы с начала года. Фермеры посетили здание партии «Аманатэ» и попросили помощь в отделении пазмичных угодий. Теперь члены комиссии «Жерманатэ» специально выезжают в Акмолинскую область для решения этого вопроса. Фермеры Караганзинской области подсчитывают убытки, которые им приносят сайгаки. От степной антилопы пострадало 36 хозяйств региона. Животные вытоптали более 30 тысяч гектаров посевов. За последние годы их популяция в области увеличилась в 2,5 раза. Весенний авиаучет показал 750 тысяч особей. Больше всего уничтоженных площадей в Нуринском районе. Между тем, за отстрел исчезающих видов в Казахстане предусмотрено серьезное наказание. Максимальный срок за незаконную охоту – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сначала посевной порядка 2000 гектаров, наверное, можно сказать, что мы потеряли из-за сайги. Она губит наши урожаи, губит наш труд, наверное. И сегодня убытки очень колоссальны. У нас же есть же кредиты, у нас есть обязательства, есть банки, которым мы должны оплачивать это все. Бывают сельхозники, видимо, канавы роют, как бы вокруг сайга падает, гибнет. Но зафиксировано такого не было у нас по Карганинской области. Методы у нас по сайге отпугивания, большинство идет звуковые, получается, включены двигатели, там, объезды мотоциклами, дронами отпугивания. Это более такие гуманные. Пчеловодство становится популярным видом заработка среди казахстанцев. Житель Наренкольского сельского округа в Алматинской области разводит необычный вид медоносных карпаток. Новое ремесло Канадбек Мусорали освоил уже на пенсии. О том, как он за два года превратил свое хобби в выгодное дело, расскажет Буржан Валиев. Канадбек Мусорали – потомственный чабан. Пасти скот в горах – дело нелегкое. С возрастом решил перейти к оседовому образу жизни. Растительный мир в этих местах очень богатый. Здесь и ароматные цветы, и лекарственные травы. Более подходящих условий для пчеловодства трудно найти. Поэтому Аксакал решил остановиться именно на этом занятии. И в науке, и в религии пчелам отводится особое место. 85% растений опыляют эти насекомые. Если они исчезнут, человечество тоже не выживет на этой планете. Поэтому я считаю их самыми чудесными существами в мире. Инициатором завести пасеку выступил брат Турганбек. Теперь они дружно занимаются общим делом. Изучают профессиональную литературу и учатся вести бизнес. Мы разводим карпаток. Они родом из карпатских гор, как видно из названия. Но достаточно зимостойкие, крепкие. Эта порода происходит от диких пчел. Даже внешне они выглядят иначе. У них крупнее полоски. И мед отличается более целебным составом. Турганбек Мусрали всю жизнь работал на природе. Теперь радуется, что нашел новое занятие по душе. Своих питомцев он считает примером трудолюбия и стойкости. Ради нектара они преодолевают несколько километров в день и облетают тысячи цветов, говорит пчеловод. Сегодня для педагогов Алматы и Алматинской области отечественная компания по моделированию конструкторов презентовала свое изобретение в сфере обучения детей дошкольного возраста. Это пластиковый конструктор для уроков робототехники. Методика была изобретена в 2018-м. В прошлом году ее протестировали в нескольких учреждениях дошкольного образования. Обучение прошли 450 детей. Полученные результаты впечатлили. Дошкольное образование 3-4-5-6-5 лет. Очень трудно им работать с настоящей робототехникой. Они там что-нибудь вырвали колесо, все. Можно дорогостоящее оборудование выбрасывать. У нас идет подготовка к настоящей робототехнике. Основы робототехники мы даем моделирование, конструирование. Поэтому дети готовятся. После этого они уже непосредственно работают в настоящей робототехнике. В Североказахстанской области создали федерацию шахмат. Этим видом спорта в регионе увлекаются порядка 5000 жителей. Некоторые из них смогут испытать свои силы в мини-турнире, который поэтапно пройдет во всех крупных городах республики. Петропавловск стал второй точкой на карте шахматного каравана. Проект направлен на популяризацию интеллектуальной игры. По словам организаторов, за последние несколько лет в стране провели три чемпионата мира по шахматам. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok